Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Если вам не сложно, если вы все равно смотрите мои видео, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк этому видео. Мне будет безумно просто приятно. У нас сегодня с вами мукбанг бомжика. Я обожаю это сочетание. Это лапша быстрого приготовления Big Bone Max. То есть это большая лошадиная доза, так скажем. И здесь у нас небольшая вот такая вот шаурма, которую я сегодня утром приготовила сама. Попробуйте это сочетание. Я уверена, что вы будете просто в шоке. Насколько это вкусно. Я впервые увидела такое сочетание в ТикТоке. Может, вы ее знаете. Ее зовут Ирина. Иришка. Вот она так ела. Ребята, так неудобно. Нужно переставить. Минуточку. Так значительно удобнее. Зачем напрягать себя, если можно съесть удобно. Среди всех этих роллтонов и всего мне больше всего нравится Big Bone. Правда, дороже стоит, но ты прям чувствуешь вот этот вот вкус мяса. Хотя здесь такие кусочки мяса, что в общем, наверное, грамма пять. В общем, я началась задумываться насчет своего дня рождения. У меня меньше, чем через месяц, день рождения. И я вообще планировала его хорошенько отметить. Там послать подружек и все дела. Но вот я не знаю, что будет дальше. У нас вроде до девяти комендантский час. Он изначально был из-за войны. Война закончилась, а эти ограничения ничего не снято. Поэтому даже не знаю, как действовать, что делать в таких ситуациях. Как отмечать день рождения. С одной стороны, думаю, может быть, в семейном кругу просто посидеть дома. Из-за комендантского часа опять получается, что нужно собираться пораньше. Потому что в восемь уже все транспорты прекращают свою работу. Поэтому даже не знаю. Папа вчера писал, что хочет моя ласточка. Что хочет моя золушка на день рождения. Реально так приятно. Но даже если папа что-то мне купит, он все равно приехать не может. Блин, вот эти вот ограничения все настолько надоели. Когда эта тема с коронавирусом уже наконец-то закроется, и папочка сможет приехать к нам сюда. Непонятно, когда это будет. Вот реально. Я уже даже не надеюсь. Брат заболел коронавирусом, представляете? Ему уже поставили диагноз. Он себя, правда, не совсем плохо чувствует. Просто у него под вечер очень сильно, резко поднимается температура. Причем, знаете, одно дело потихоньку. Тут резко, резко поднимается температура. Приходится перебивать. В общем, он под присмотром. Вроде здоровый паренек. А переносит корону не так уж уж и просто. Он говорит, что такие ощущения, как будто у тебя внутри здесь какие-то осколки. То есть тяжело дышать в определенные периоды. Говорят, что у людей, кто однажды переболел коронавирусом, вырабатывается иммунитет. Я думаю, было бы это так. А то для нас это было бы вечно. Вечно находиться в своей стране. Вечные маски. Это уже просто привычный день. Желаю своему брату брательник скорейшего выздоровления. Изначально он думал, что у него просто греб. Ладно, запахи не чувствует. Но вкус тоже. И вот тогда он решил пойти сдать на корону. Оказалось, что да, положительный результат. И уже, знаете, не отправляют ни в какие больницы. Просто говорят, сиди дома, отсиживайся, не контактируй ни с кем. Обвинять врачей тоже неправильно. Знаете, просто столько людей халатно ко всему этому относятся. Уже людям надоело бороться. Врачам, точнее. Врачам, точнее. Уже надоело бороться. Они рискуют своей жизнью лечит людей. А потом в результате вот так вот. Сейчас, если честно, вот границы все закрыли. Какого фига? То есть везде сейчас эта корона есть. И вероятность того, что из-за границы кто-то приедет с этим заболеванием. Первый раз, когда я услышала про корону, я закупилась продуктов. Я закупила мыло, не знаю, там гречка. Все. Смела с полок, принесла домой. Уложила это все в кучу. Наверное, во влоге вы видели. И все. У меня было такое ощущение, что конец цвета. Такой чай классный. С травами. А сейчас даже, знаете, бороться не хочется. Дай бог все наладится. У него еще брата такой крепкий организм достаточно. Много чего у него было в жизни. Он в аварию попадал. В ужасную аварию его просто собирали по кусочкам. И ничего, жив. Ходит все нормально. Он молодец в этом плане. Может выкарабкаться. То есть у него здоровье крепкое. Тьфу-тьфу-тьфу. Не сглазит. Раньше, знаете, корона. Кто-то заболел короной. Сейчас, господи, столько людей болеет. Ходила в перчатках. Ну, дай бог все наладится. А насчет дня рождения не знаю, что делать. Я планировала там, не знаю, красивое видео снять, хорошо отметить, позвать подружек, все посидим, пожрем и так далее где-то. А вот где, непонятно. Если, например, посидеть пораньше, это не все могут. Потому что некоторые подружки на дне рождения, например, Шелли, она с утра до шести на работе. Пока она доедет, будет уже семь. Кстати, я вас хочу в скором времени познакомить со своей одногруппницей. Который реально смотрит мои видео, прям каждое видео. Ей нравится мукбанки. Я ей предложила снять совместное видео, потому что она такой человек. То есть некоторые мои одноклассницы, одногруппницы даже смотрят мои видео, но как-то считают, что это западло, типа признать, что она меня смотрит. А эта девочка, ее зовут Аиша, она доброй души человек, очень искренняя девочка. И мы с ней как раз таки во вторник собираемся снимать совместное видео. Я уверена, что она вам понравится. Очень хорошая девочка. И как раз таки некоторые писали в комментариях, что хотим девочку постарше. То есть обычно Айсель, другие девочки, они 17, 18, 16 лет. А здесь будет ровесница наша. Какая сочная шаурма. Я взяла мясо курицы, грудинку. И я ее сварила, то есть опустила курицу уже в кипящую воду. Тогда курица получается мягче. И прям тает во рту. для меня это райский обед. Для кого-то может бомжовский. Так что будет новое видео. Я вообще буду чаще снимать совместные видео с разными девочками. И даже у меня, знаете, была такая идея найти в Баку подписчицу, именно вегетарианку, и снять с ней совместное видео. Потому что у меня особая любовь к этим людям. И вам, мне кажется, будет очень интересно посмотреть и послушать, как вегетарианка смотрит мои видео. Как же вкусно было. Видео получилось достаточно коротким, но я уже наелась. И уже доела все. Здесь уже ничего не осталось. Было безумно вкусно. Спасибо огромное, что досмотрели это видео. Если вам не тяжело, не сложно, просто подпишитесь и поставьте лайк. Всех люблю, целую. С вами Блайка Эмили. Пока.